Какие инвестиционные возможности нам дарит фондовый рынок? Какая логика в покупке акции этих компаний? Это искусственный интеллект, электроавтомобили, солнечная энергия, облачные технологии, платформенные бизнес-модели. Есть компании, которые очевидно недооценены. Такой яркий рост технологических компаний приведет к оттоку, к фиксации прибыли в техносекторе и перетоку денег в value-сектор. Нас ждет обдумывание повышения учетной ставки, а повышение учетной ставки всегда говорит о том, что деньги подорожают и банки снова станут выгодоприобретателями. Коронакризис в Европе затягивается по сравнению с Америкой. Есть такая отрасль, которая сильно пострадала и сильно страдает в реальном секторе экономики от коронавируса. Как правило, если вы какую-то новость прочли в газете, то она уже есть в цене акции. Привет, друзья! На дворе март 2021 года. И мне захотелось с вами поделиться идеями о том, какие инвестиционные возможности нам дарит фондовый рынок в марте 2021 года. Я попробую снять два видео, но в сегодняшнем, в первом видео мы поговорим о таких консервативных инвестициях. Мы все время говорим про консервативные инвестиции. Мой канал больше для начинающих, для пассивно-ленивых инвесторов и для тех, кто больше хочет сохранить, приумножить, сформировать пассивный доход, а не спекульнуть, быстро заработать, поднять денег. Поэтому сегодня мы будем говорить об инвестициях, которые нас будут вот так вот поддерживать. Поэтому они должны соответствовать нашим требованиям пассивного инвестора. И, конечно, первое требование, мы сейчас его проговорим, первое требование пассивного инвестора – это ленивая инвестиция. Кто смотрит мой канал? Те, кто работают юристами, IT-инженерами, нотариусами, врачами. Они работают, они занимаются семьей, а их инвестиции растут. Поэтому сейчас мы будем говорить, как и всегда в свой портфель, отбираем надежные инвестиции, за которыми не надо следить, которые не надо думать, когда продавать, и которые, открою вам секрет, не всегда надо думать, даже когда покупать, потому что мы не можем угадать точку входа. И мы об этом сегодня будем говорить. Второе. Мы будем набирать, и сегодня будем говорить об инвестициях, которые, да, имеют определенный такой точечный потенциал на сейчас, но которые неплохо было бы прикупить в портфель и на среднюю, и на долгосрочную перспективу. То есть 5, 10 и 15 лет. И мы напишем это как срок. В этом видео вы не услышите каких-то искрометных идей на год или на два. Ну и, конечно, третья грань, через которую мы будем преломлять все инвестиции, о которых я сейчас проговорю, это я лично. Да? Это тот опыт, который есть у меня, и все те инвестиции, которые я покупаю, и которым я присматриваюсь. Мой опыт не безграничен, поэтому каких-то суперинсайтов, может, я вам не дам, но своим опытом поделюсь. И первая инвестиционная идея, которая соответствует всем трем критериям, и которая будет иметь определенную логику, о которой поговорим ниже, это покупка акций компании Уоррена Баффета с биржевым тикером БРК. Компания Berkshire Hathaway. Какая логика в покупке акций этих компаний? Логика проста. За последние несколько лет, и особенно после коронакризиса, вот после того, как акции упали на дно, акции технологических компаний, мы об этом будем сегодня не раз говорить, это будет таким лейтмотивом в нашем повествовании, выросли очень сильно. Очень сильно. На фоне этих выросших цен на акции новой экономики, это искусственный интеллект, электроавтомобили, солнечная энергия, облачные технологии, платформенные бизнес-модели, на фоне этих rocket sky price новых технологических компаний, есть компании, которые, очевидно, недооценены. Это компании value бизнеса. Это классные, крутые компании. Когда я говорю про value компании, я сразу вспоминаю компанию Coca-Cola, чтобы вам было понятно. Это классные компании, с хорошим финансовым потоком, устойчивые, и плюс еще, которые, как правило, еще и пострадали от коронакризиса, от того, что позакрывались многие бизнесы. Компания Berkshire Hathaway, я редко говорю в своих видео об акциях конкретных компаний, это яркий пример, такого квазифонда, который внутрь себя собирает компании, именно value. Уоррен Баффетт, один из главных идейных вдохновителей и основателей этой компании, любит value бизнес и собирает его в свою компанию. Мне кажется, это классная инвестиционная идея. Вторая инвестиционная идея, которая, вот я прям поставлю знак, логично следует из инвестиций в Berkshire, это банковский сектор. Банковский сектор, это также яркий представитель value бизнеса. То есть сейчас мы, видите, разыгрываем идею, что такой яркий рост технологических компаний приведет к оттоку, к фиксации прибыли в техносекторе и перетоку денег в value сектор, в сектор устойчивых компаний старой экономики. На удивление, банковский сектор себя отлично показал и во время коронакризиса, хотя цены на акции достаточно сильно упали, это понятно почему, у всех был невероятный страх, а смогут ли обслуживать все выданные кредиты. Это было таким базовым драйвером к тому, что инвесторы продавали во время короны акции банков. И те, конечно, кто не побоялся, и я в том числе, и купили акции американских банков внизу, получили массивную поддержку американского правительства, и сейчас акции банков достаточно сильно хорошо выросли, но по-прежнему имеют свой потенциал. Смотрите, они себя хорошо показали во время короны, отчасти из-за поддержки правительства, отчасти из-за вертолетных денег, отчасти из-за того, что банкам получилось заработать много денег благодаря сделкам, инвестиционным сделкам, благодаря тому, что огромное количество инвесторов приватных пришло на рынок. То есть банки себе на самом деле неплохо и почувствовали себя во время коронакризиса. И сейчас они получают дополнительный стимул от роста бизнеса при выходе из коронакризиса. И на горизонте, где-то к 2023 году, как сказал Паул ФРС, нас ждет обдумывание повышения учетной ставки. А повышение учетной ставки всегда говорит о том, что деньги подорожают, и банки снова станут выгодоприобретателями. И в связи с этим, помимо, я здесь не буду писать, возможности инвестировать в крупные акции, крупных американских банков, типа JP Morgan, Bank of America, Citigroup, я вам предложу два банковских ETF. Первый ETF, это на американские банки, это XLF, это его бежевой тикер. Там будет же и акции компании Уоррена Баффета, поэтому смотрите их, не переберите. Ну и вы всегда помните про правила по чуть-чуть, да, не на всю котлету, мы же говорим, как идеи. И второй банковский индекс, это глобальный банковский индекс, который, кстати, отстает по динамике роста от американских банков, и это понятно, да, потому что коронакризис в Европе затягивается по сравнению с Америкой, европейские банки, они давно страдают из-за отрицательной учетной ставки, тем не менее, он тоже имеет позитивную динамику, и имеет потенциал к росту, присмотритесь к нему. Это ETF с биржевым тикером IXG. Мы тут часто употребляли слово value. Еще раз, value компании, это компании старой экономики, компании с хорошим финансовым потоком, компании, которые платят дивидендов. И у нас всегда есть очень простой способ инвестирования. Если мы здесь пытались найти непростые решения, и двигались по градиенту риска, то есть будем надеяться, что компания Berkshire Hathaway покажет лучшие показатели роста, чем банковские индексы, или если бы мы взяли акции отдельных банков, мы тоже бы рассчитывали на более динамичный рост. И мы сейчас с вами двинемся к самой широкой возможности инвестирования в value компании. Для этого у нас есть специальные ETF фонды, индексные фонды, которые первым стикером, давайте красным светом его напишем, VTV. Для упрощенного описания, это я сейчас буду утрировать, это тот же самый S&P 500, это тот же самый S&P, но только что сделали с S&P 500? Из него выбрали value компании. Вы можете вложить, купить VTV ETF фонд, и тем самым разместить свои инвестиции в компании старой экономики, value компании. И вашему вниманию еще один брат-близнец с маленьким нюансом, это фонд под названием VIG. Тут вы убиваете сразу два зайца. Это снова S&P 500, из которого вы выбрали дивидендные истории. А кто нам платит дивиденды? Дивиденды нам платят компании value сектора. То есть вы можете убить сразу две истории. Вы инвестируете одновременно и в дивиденды, и в value компании. Мы с вами разобрали возможность уйти из ярко выраженного технологического сектора. Для тех, у кого есть он в портфеле, вы даже можете задаться, у которых показывают хорошую прибыль. Вы можете даже задуматься о небольшой аллокации, часть какую-то, небольшую часть технологических компаний продать и на них купить компании value сектора. Давайте двинемся дальше и немножко поменяем логику наших измышлений. И вот от попытки найти классные инвестиционные стратегии вот в этой диспропорции цен между компаниями новой экономики и старой перейдем к отраслям, которые сильно пострадали от короны. Большинство из них уже, конечно же, отросли в цене, потому что вы знаете всегда, что рынок живет ожиданиями. Как правило, если вы какую-то новость прочли в газете, то она уже есть в цене акции, уже поздно покупать. И тем не менее, давайте посмотрим, да, вот есть такая отрасль, которая сильно пострадала и сильно страдает вот в реальном секторе экономики от коронавируса, это авиаперевозки. Есть такой ETF, который в себя включает акции крупных авиаперевозчиков Соединенных Штатов Америки. Напередисуем их красным цветом, называется он, название говорит само за себя, называется он JETS. Я не рекомендую его покупать. Почему? Потому что он достиг уже фактически до кризисных показателей. Зачем я его здесь написал? Чтобы вы его ввели в Яхо Финанс и посмотрели на динамику по цене и для сравнения наложили акцию двух компаний, которые мне кажутся. Я сегодня вас забрасываю акциями отдельных компаний, да, не подумайте, что мы занимаемся таким стокпикингом, как называется. Я противник этого, да, я больше вам предлагаю инвестировать. Мы же пассивные инвесторы, нам нету времени забираться, разбираться в экономике конкретных компаний, да. Мы хотим купить сектор, мы хотим купить идею. Делаем это всегда через ИТФ фонды. Но сегодня исключение. Мы проговорили про компанию Уоррена Баффета, а сейчас проговорим про две интересные компании, которые следуют вслед за авиаперевозчиком. Это компания с биржевым тикером БА и компания Боинг, акции которых достаточно сильно отстают от динамики в цене вот индекса Jazz. И еще одна компания, не помню ее тикер, это компания Airbus. Акции обоих этих компаний сейчас находятся, конечно, в дистрессе, из-за коронавируса, из-за заказов самолетов, но я уверен, что это ненадолго. Это единственные в мире производители крупных летательных аппаратов, плюс достаточно диверсифицированный бизнес, и плюс на рынке ходят разговоры о их определенном производственном объединении. Мне кажется, это на небольшую часть нашего инвестиционного портфеля может быть интересной инвестицией. Кстати, по результатам сегодняшнего видео я сделаю такой вотч-лист, и когда буду снимать, если вам это видео пока понравится, попрошу вас оставлять комментарии, что понравилось, что не понравилось, не стесняйтесь задавать вопросы. И если будет от вас отклик, то мы такие видео с интересными инвестициями будем снимать. Я буду снимать каждый месяц, и мы будем просматривать, что из наших прогнозов сбылось, а что из наших прогнозов не очень сбывается. Ну вот, есть такое предложение посмотреть в сторону акций компании Boeing и Airbus. Ну и после того, как мы рассмотрели компании авиационной отрасли, предлагаю сесть за штурвал и снова перелететь к нашей базовой истории о том, что акции технологических компаний переоценены и стоит кладывать value компании. Но давайте все-таки посмотрим на технологический сектор. Мы, как правило, в наш портфель, это такая наша стандартная закупка, покупаем два индексных фонда, два ETF, которые называются TripleQ, это брат-близнец индекса Nasdaq 100, это 100 самых крупных компаний, которые торгуются на бирже Nasdaq, как правило, это технологические компании, не финансового сектора, только не путайте, там есть финансовые стартапы. Вот, допустим, компания PayPal будет входить в Nasdaq 100 и его условный китайский брат, China TripleQ. Оба этих индекса мы, как правило, покупаем в наш инвестиционный портфель ленивого инвестора. И мы говорим о том, что сейчас последние несколько лет цена этих фондов постоянно росла, за последний год она выросла на 50%. Так вот, от хаев, вот если мы говорим сейчас, а я буду говорить конкретно про китайский индекс, уже упала более чем на 30%. Вы помните, ленивый инвестор, который не хочет думать, он не ищет какой-то лучшей цены, он инвестирует в длину. Концептуально с китайскими технологическими компаниями все окей, с ними ничего не произошло. Только цена уже откорректировалась на 30%. Для тех, кто присматривается к этому индексу, возможно время начать по чуть-чуть покупать. Вы помните наш принцип тайминга, да, вот акции они всегда вот так вот растут, падают, да, и мы не знаем, где они начнут расти, поэтому мы покупаем равными интервалами и получаем хорошую цену. Возможно, вот эти 30% это сейчас время присмотреться и начать по чуть-чуть покупать. Вот такие инвестиционные идеи. Это value компании, Buffett, банковский сектор, авиасектор, широкий индекс на value компании, дивидендные, и начинать присматриваться к тем секторам, которые начали падать. В следующем видео я постараюсь для вас снять такие оппортунистические идеи. Сейчас время оппортунистических идей. Это компании, которые занимаются и фонды, которые в себя обновляют компании с возобновляемой энергией. Это компании ESG Environment Society Governments, да, компании, которые экологичны во всех смыслах этого слова. Это достаточно хорошо откорректировавшийся уже по цене сектор облачных вычислений и электроавтомобилей, которые тоже мы можем предполагать будут хорошо расти. Тем не менее, я считаю, что это больше оппортунистические идеи. Это идеи, которые могут дать хороший результат, но и несут в себе достаточно серьезный риск. Это идеи для тех, кто в них разбирается, хочет разбираться, для инвесторов с более глубоким подходом. Это идеи для инвесторов, которые хотят просто купить и забыть. Ребят, спасибо вам большое всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Как я всегда говорил, оставляйте вопросы, комментарии, пожелания, все, что хотите. Ну и самое главное, оставайтесь со мной. Я давно вам этого не желал со мной на этой информационной инвестиционной волне. Всем крутых инвестиций. Пока.